пару слов про переспецовку то есть смотрите вот это колесико от велика который стоит там очень-очень много скажем так здесь умерла втулочка с магазина она была некачественно протянута велосипед ездил в тяжелых погодных условиях не обслуживался вот за два года втулочка умерла полностью что переспецевать колесо нужно соответственно снять покрышку видите сколько грязи соответственно это нужно сначала все полностью помыть и покрышку и обод все это отмыть потому что просто если я сейчас начну все это снимать то вся эта грязище попадет куда на обода во втулки и так далее и на руки мне тоже соответственно сначала я буду это все быть мыть 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 очень тщательно прошло пару часов колесо высохло и теперь у нас предстоит что во первых бортировка мы снимем покрышку потом поставим ее это соответственно отдельная стоимость дальше мне надо снять тормозной ротор и наверное его тоже помыть обезжирить снять катафотик чтобы он не потерялся аккуратно потому что там пластиковые защелки надеюсь что я их не сломаю и после этого распицевать колесо после распицевки колеса помоем еще раз обод помоем еще раз спицы и помоем еще раз не пиля представляете какой объем работы нам предстоит перед тем как заспицевать колесо сейчас не пиля в таком состоянии пыльные внутри песочек хрустит это все надо в ультразвуке помыть то же самое спицы они еще в пыли надо их тоже помыть посмотреть как на заводе на его спец стоимостью за сотку закручивать не пиля то есть машина закручивает ниппель здесь есть шлицы и в какой-то момент она начинает срывать их и просто срывать шляпку такая достаточно чистая вода ультразвуки спустя 10 минут получается такая мутноватая вода и весь песок вся грязь оттуда из ниппелей вытрясена промываем проточной водой и можно собирать колесо обод вымот спицы у нас двух размеров тоже все чистенькая и сухие чистые ниппеля в пакетике все уезжает на переспецовку так вот это колесико теперь за специальном виде на втулке чтобы спицевать у нас есть вот такая приспособа под большие оси чтобы станок зажимать смотрим натяжение спиц все очень хорошо так вот это выглядит чистое отмытое кольцо и теперь это пучка на промах теперь у нас второе колесо в спицовке я не стал показывать как его делают и она будет от другого мастера можно будет сравнить натяжение спиц так все заспицовано все готово вот это у нас стучка на ватак на промах по 20 ось так вот у нас хрустят спицы натяжка очень хорошая плотная жестко уверенно спицы здесь по длине подошли несмотря на то что фланцы немножко разные спицы подошли все протянули все хорошо колесико чистое забортировано осталось поставить тормозной диск а вот это вот у нас колесо заднее под кассету втулка у нас кузер барабан на 6 собачек смотрите как круто работает вообще четенько все тоже на промах это у нас спицевалась подороже то за 400 это за 500 рублей подел другой мастер если хотите подешевле то придется подождать подольше сходить подороже тогда мастер делает здесь видите спицы не подошли по длине пришлось очень сильно вытягивать но поставили на старой спицы все хорошо все ровно здесь намного жестче спицовка потому что спицы прям тянули до самого упора тоже колесо готова так вот она выглядит если вы приносите чистые колеса это будет стоить дешевле если вы приносите грязные колеса будет стоить дороже и вот такое натяжение спицы такая работа у нас выполняется в мастерской